приветствую вас друзья мы продолжаем играть феникс point изучать потихоньку игру сражаться со всякими со сунами крабами и тентаклями и что у нас было в прошлой серии прошлой серии мы выполнили парочку миссий и нашли первое убежище с таким интересным названием нигде в этой серии наверно пойдем еще на парочку вот этих вопросиков и что-нибудь еще поищем также у нас смотрите идет да у нас висят задания на короче на два исследования они у нас вроде как идут до особой какую-то фигню изучим чтобы получить науку а потом будут вот собственно вот эти исследования до архивов с феникса еще что надо эволюция пандоранов слушая закинул мне тут верну не закинул блин она 6 дней длится ну закинем давайте а так хорошо у нас тут есть один проблемный чувак о ее что случилось кто-то сломалась до похоже феникс глину феникс 0 но мало того что у тебя есть все криво так еще сломалась до новобранцы появились новобранцы доступны через три дня где где появилась вкладка новые новобранцы я такой еще не видел но что-то их пока нету да вот состав все перестал вот смотрите у нас у негра проблемы он у нас вроде бы как четвертого уровня как бы самый качанный да но у него со здоровьем что-то беда но это не страшно я думаю куда пойдем на остров наверно какой-нибудь а ну разведать погнали сын You are the Phoenix Project, eh? I've heard a lot about you. Who am I? Well, the maker, of course. I run things around here. Welcome to the marketplace. Here and only here you will find some very special hardware. I design, build and test every piece of equipment here with my own two hands, you see. I will be honest, I tend to explode every now and again from these toys of mine. They don't make some pretty fireballs, eh? Both when they work and when they suddenly stop working. Так, смотрите-ка, ролики нас тут даже встречают, да? Мы нашли синдикат Chaos, и у них есть рынок. Ой, знаете, что-то похоже на DLC, да? Это, наверное, с DLC добавили. Вот, ребята, если кто в курсе, напишите в комментариях, это DLC-шная какая-то тема или в оригинале уже такое было? Очень дорогие пушки, я так смотрю. Смотрите, прям вообще, у меня просто даже близко столько денег нет, чтобы их покупать. Создатель упомянул заброшенный скоробей, который он хочет прибрать к рукам. Это старая модель, нам ни к чему. А вот если мы отдадим ее создателям, он станет нашим союзником. Появятся новые предложения и цены опустятся, да? Блин, еще бы знать, это тяжело будет или нет, этот скоробей. А ну-ка принять. А, вот так вот, типа здесь, да, она находится? Я могу еще узнать. Давай-давай. Так, мы Синдерион какой-то там изучили. Ага. Это вот та самая фракция, которая вообще абсолютно нереалистичная. Объединение нескольких политических движений, его корни уходят в социальную экологию, анархосиндикализм, анархосиндикализм, синдикат-анархизм, да, и простую веру в систему. Созданный на основе сильной оппозиции по отношению к иерар... Созданный на основе сильной оппозиции по отношению к иерархии. Синдерион — эголитарное и радикально-демократическое объединение, которое принимает решения на публичных собраниях. Несмотря на это, в нем есть довольно выдающиеся личности. По фракции сформировались два течения. Многоголосая тенденция, которая считает, что причины неблагоприятных отношений человечества с окружающей средой лежат в иерархиях... Какая окружающая среда? Вы вообще о чем? У вас тут проблемы, по-моему, поважнее, чем экология, не? Ладно. И терраформеры, которые считают, что человек должен быть на первом месте и в меньшей степени противостоят идее лидерства. Текущей официальной миссией Синдерион является поиск способа существования с новой экосистемой, которая спаривается из... Короче, это какой-то вообще... Это психи просто. Это что-то похожее на вот на ЛГБТ-движение или там вот на вот эти какие-то леволиберальных радикальные движения в Америке. То есть это просто больные на голову психи, которые создали какую-то чушь, и она, эта чушь, может существовать только в этой игре, похоже. Продолжение следует... others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves trust in the safety of their havens the people of sanidrin argue about the best way forward but the pandora virus had little interest in their arguments and its power was still growing ну да там даже у них все розовые было очень понятно короче что за отсылка к чему какому-то мусору на ну давайте сюда летим местность разведки заполучить скоробья предварительная разведка местности подтвердил что скоробей здесь похоже он не работает мы должны развернуть отряды отыскать способ как запустить его прежде вот эта иконка интересная не знаю что она обозначает наверно что я не смогу залутать здесь если чё начать миссию ну берем всех хотя было написано все предметы будут забраны иконочка там была зеленая ноги загрузочка красивый к блин я не посмотрел опять там день вечер или что было это вообще влияет на что-то или нет вроде как должно влиять на восприятие и скрытность какую-то да но мы так и не разобрались как это работает поэтому захватить транспортное средство найти коды доступа с корабе и тут его привак это что это корабей это куда доступа похоже а где с корабей непонятно но судят потому что это ангар наверно там ну чё миссия ясна кстати а наш негр может летать не он не можешь летать летает вот этот только чувак скорее всего благодаря броне особой да ну чё по традиции летим нибудь что будет никого не видно бывает вижу нормально все никого нет никого не видим так кто еще остался снайпер снайпер медленный капец надеюсь там будет контипертной мобильности можешь просто качнуть и мобильность пандораны это уже знакомая нам хрень попал как близко но это тоже такой знакомый вообще не серьезный тип промыватель окей 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 чем ждем кого ждем еще один выпался хорошо ну шо ж мы наверху можно еще раз подлететь но я не уверен что это правда на будет вроде точность неплохая вроде точность неплохая у нас вот здесь чувак подозрительный дайте кому на втыкаем еще один так за три раза мы его убьем вроде должны еще отдал еще еще он же кстати у нас бьет да и это японец и другой еще еще все он умрет короче на 20 до у него он умрет ходим напер вот это на чувак ну можем башню дать ему хилит сэра блин типа скосили в руку попали да и ну тоже хорошо он бить не сможет судя по всему или сможет как узнать рука рука вот не знаю сможет ли он бить или нет вроде как они этой клешни убили клешни нету ни у того ни у того так тут у нас негритосик 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 давай вперед тебя не жалко вот эту дрянь убьем хорошо хорошо блин они они так рядом находятся знаете я бы их конечно потыкал я бы их потыкал тем нужно и этих тоже они же то бегут по двойду бегут до негра она типа ним у тех нету рук посмотрим будут ли они драться без рук точность вот такая красиво молодец можно еще подойти они кстати волю теряют как там более уже у тебя много воли типа хрен хорошо сочно прям этот умер этот чтобы делать этот пошел сосать наверное хорошо дерьмо случается этот что убегает похоже смотрите да если оружие отстрелить они бегут они не могут драться ну слушайте это неплохо проверили на проще с голову хорошо оружие по моему сильно пострадала нет у него два раза ударил и уже как бы слушайте надо какое-то оружие ближнего боя по моему таскать как-то она деваки и видно врагов не пахнет за контролем тут все наверное товарищи давай так снайперы бы тоже наверху тащил не ну что нажмем овер какой-нибудь да поширше и вот как не так на всякий случай вдруг кто-то выползет как-нибудь я даже не знаю как не так не угадал вот угадал вы хорошо ребят это профессиональные леща правда получил опять негра бьются на виде я не знаю мне кажется подкрутка какая то есть почему-то они всегда именно негра бьют не знаю почему что чем она так не нравится очков воли получил кстати не плохо тут наверное надо бежать опять бедолага сейчас отлетит так вот что ну бежим наверно да вперед так негр 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 что с тобой делать то вообще наверно овер мы с тобой нажмем наверно овер и понажимаем опять вы выбежали оттуда в тот раз да давайте вот так сделаем снайпера ближе пока ведем ну вроде да так какой смотрите не идет не идет к нам вот так если можно руку опять отстрелить ему ему в принципе мало не покажется блин у рука смотрите она зато весь урон себя забрала конечно аптеку бешево по-моему не особо вот так так ему больнее будет все он сдохнет хорошо негр 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 я бы тут поконтролил наверно вот это место вот кстати она машинка да короче машинка это я понял сюда тут я тоже наверно так ох нифига себе даже овервотч стоит на одну очку меньше и учитывая что у нас у пистолета и так стоит одну очку овервотч вообще ноль стоит вообще можно всегда по кт прожимать снайпан офигенно вообще слушать будем пользоваться вот здесь я не контролю правда тут зона вот тут появился опять по моему работа для снайпера моему до 10 у него на здесь он умрет все это труп ходячий хорошо негр так хочу закольные пути такие давай как сложно до нее добежать активировать давай что-то типа произошло да и можно сейчас сюда идти но так просто не пройти до контролировать надо похоже автобус как-то так даже не знаю давайте вот так и у нас еще снайпер да есть нет он же бесплатный овер есть кухня так звуки звуки слышны окей у тебя воли маловато что-то у негра вот воли много кстати очень много воли у него давай сюда контролем вот здесь чуть капитан очевидность давай сюда все по моим контролем здесь она вроде бы даже умеет все сломали нах не уехали и пойдет так ну он далеко в принципе этот типок чё нам там далеко давай так так минус два плюс два хочу случилось что-то такого сделал что минус два плюс два ладно уходи то при этом аппа залет минус вот мне еще интересно знаете какой вопрос я почему-то думаю что в этой игре не игра мне на этот вопрос не ответит и хрена с 2 найду эту информацию наверно только вы мне можете помочь ребята вот я убиваю врагов то что с опытом враги на каждой миссии бесконечные если я вот допустим останусь вот здесь просто наберу себе патронов миллион вообще вот с найпу там пять обоим всем чувакам по 5 обоим и вот буду стоять до бесконечности формить этих чуваков мне что за всех за них опыт дадут или есть какое-то ограничение все-таки непонятный как бы вопрос вот такой в экскоме ты мог получить опыт только столько ну то есть ты мог получить только столько опыта сколько врагов на миссии за подкрепа его не давала а здесь вот как это работает пока что что-то как-то непонятно то есть вот стоит ли мне например убивать этого чувака или забить на него с этим не знаете какой вопрос еще интересен а могу ли я так покойте да блин да что-то улетает что так вот он стоит там я пробью через стену нету я знаю что он там стоит вот он стоит вот прям на стыке вот на этом я могу проверить это нет погоди но у меня скорее всего сожрут целую обойму чаши патрон тогда потрачено это дело так он на стыке стоял на где-то блин конечно его не видно так ну вроде бы да если смотреть от нее по прям в стык надо стрелять давайте попробуем стена не пробила кейлана видимо есть какое-то свойство наверно у оружий которые проходят через стену которые нет два ранения у меня же вроде никто кроме негра урон не получал откуда ранения то что вообще опыта как-то не густо когда вы получаете 50 очков переходите на уровень попутчик в отношении экстракции она поделится с вами своими исследованиями круто чу пучек пучка гудел феникс айвэл битэкин от скарабе фью don't mind вот вырайду и дит имплумит of course безумный какой-то чел на рынке опять нам предлагает патроны для говно пушки купить на этот раз три я не помню в прошлый раз сколько было я откажусь на этом слушайте я кажется понял да вот я понял вот эти мне показывает нет патронов не избавимся от этой пушки рано или поздно все таки вот эту оденем к ней сделаем патронов потому что они они потому что сразу делаются в ловите как да и вот что так поделаю для шифра 3 есть для жар птицы 0 капец для жар птицы вот этой патроны меньше стоит чем для вот этой видеть для тюра h3 здесь все на надо опять подлечиться они смотрите мне ударили штурмовика похоже разок поэтому два ранения было ладно полечимся чуть-чуть производства фениксопедия помним такое строительство идет ну окей ждем чуть-чуть ждем мы еще куда-нибудь слетаем игр конечно страдает вот видите появляется сообщение о том что произведено что-то да но она появляется одно по центру она невзрачная без иконки она пропадает я подозреваю скоро вот что-то мне подсказывает что лучше бы они сделали это вот здесь где-нибудь и таким знаете логом типа одна за другой одна за другой чтобы они висели подольше или вообще чтобы их надо было закрывать то есть чтобы они сами не пропадали например это было бы лучше мне кажется точно блин долго ранение конечно лечится муж негра вообще оставить здесь может на выбран слонять и раздавал ноги мы были тут мы были африка африка европа вот сюда надо идти по что зараза то ползет ну короче негр похоже блин я могу без негра мне кажется аспи тут у меня есть в мантикур не влазит блин ладно в четвером пойдем пусть негр отдыхает он же отдыхает кстати тоже как понять 169 мотаем местность разведки воздушное судно мотикор 1 встретилась с разведочной экспедиции нового и ерихона они составляют подробные карты этой местности нам нужно мыслить масштабно объявил командир какой-то там мы не можем сидеть сложа руки в надежде что все разрешится само собой мы должны быть в курсе положения всех дел черт возьми эта планета все еще принадлежит нам говорится дьявол кроется в деталях нет я все-таки буду душнить ребята вот зачем зачем вообще этот текст давайте вот ответьте ответим на вопрос на то есть вот мы мы встретили какого-то до ерихона можно было в одной строчке что-то написать например что они я не знаю что то есть зачем что делает эта фраза я не понимаю нужно мыслить масштабно мы не можем сидеть сложишь то есть она что должна как-то раскрыть мне эту фракцию как-то мне описать что-то я вообще не понимаю вот какой-то бред по мне нет она выглядит как будто бессмысленный текст не написали четыре строчки и я его прочитала не понимаю зачем я его прочитал у нас есть свои разведчики попросить их поделиться данными заплатить за данные как как вот эти варианты ответа соотносятся к этому тексту какие последствия между логи про я ну давайте у нас ресурсов много и нажму вот это потому что раз что-то я плачу наверно что-то получу что вот это дает вообще понять не имея хорошо соглашается чувак справедливая сделка добавлены четыре точки геоскейпа добавлена . миссия гармонии там учет мигает да и вот здесь что-то появилось местность с ресурсами местность с ресурсами местность разведки ну окей так я хотел проверить лечится ли негр 169 непонятно как то лечится он или нет по итогу капец а я долечу теперь до базы то нет став да все-таки лечится просто медленно штормевика патронов нет это я так зарядил ты а где еще патроны внутренний огонь нузи в убежище с последователей а ну под названием нузи настоящая катастрофа нашествие мутировавших червей местный житель возлагает надежды на кого-то там величайшего героя войны последователей но как слышно наргал сражается с пандаранцами не может помочь мы могли бы справиться с нашествием и тем самым помочь убежищу ставь приятное впечатление фракции ну давайте четвером как и договорились проверить что там есть у нас патроны такие патроны всякие и пушки все хорошо вроде вроде хорошо что маяка нормально все винтовка на очевидность у нее тоже все прекрасно только я гранату взял все-таки и так как она у нас офигенный стрелок я бы две обоим и дал наверное тогда все предметы собираются автоматически убить всех врагов погнали усами себе усложнили жизнь вчетвером пошли на задание по что один отдыхает интересно кого будут пить сейчас но у нас помню есть 2 чернокожей команде он штурмовик наверно он будет получать по лицу так карта какая-то с эти карты очень маленькие от обратил внимание реально в большинстве случаев очень-очень маленькие карты и какие-то они какие-то не знаете сформулировать это вот уже который раз я вижу карту и она у меня создает впечатление горы мусора рандомно накиданного на местность просто то есть вообще никакого как будто смысла нет в этой карте просто мне накидали гору мусора то есть геймдизайнер сказал у нас должны быть препятствия в игре и вот мы их накидали вам все у вас есть препятствия ребята что такое и все как бы то есть нету как-то не создается впечатление что это какое-то поселение что это ну какая-то дорога есть что здесь что-то осмысленное вообще как бы еще нет ну может быть так и должно быть ну это к этому муж фракция такая бомжатская типа ну просто и и у которых мы были у продвинутых тоже было знаете просто дома какие-то хайзаем аж я придираюсь уже но ощущение такое знаете кого мы там увидели глисту глисту мы не можем по ней пострелять почему-то хотелось бы и вас бы поставлять то а по другой по другой похоже как-то да sir ты серьезно так мы помним у нас есть бесплатные оверы наверно им третий здесь он и поэтому мы так убьем вот здесь механика хочется поставить еще кто-то на крыше червяк еще червяк а где 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 вы их находите это снайпер да он типа у него зрение хорошее вот он находит их фигасе у меня уже очков не хватает так что это будет овер однозначно все сдвинешься с места умрешь так тут у нас что червяк червяк побежали чё кого-то он ведь увидел вот этого лечит их много не вообще 2 их так я прицелюсь получиваются и тут вообще я по гранату потратил чем-то мне как-то не добро вот это дело ну и смотрим подорвали ваш солдат отравлен на мы же видели такое мы же видели такое снайпер красава неужели взорвешься мнение где нельзя близко к ним подходить видите я почему-то думал что не взорвется вот тот который здесь был этот что не умеет прыгать блин 40 конечно обидно под лечиться много можно было бы потерять в теории вот этого снайпер вот верхнего бы снять вообще пока непонятно как его убирать видимо вот так хорошо ну давай вот так сделаем готов готов уже готов кстати а может быть не знают можно их вблизи бить или нет тараканов этих надо затестить попробовать вблизи ударить их скорость у них вообще не она конечно еще один какой мы убьем потому что стрелили да ну или ну вы сами видите да то есть чем мы занимаемся в этой игре с бригада мужиков какой-то технологичной брони бегает по каким-то мусорным дебрям накиданным абы как и отстреливает какую-то херню ползущую которую это вообще как бы откровенно какая-то хрень короче за тестом давайте упор мне кажется аптечки хватит 56 56 а нормальная можешь пинать хорошо справились даже вот кто-то получил выход на уровне хорошо это за фракция такая давайте ну зимфер сенди и послал туда он спорно чеком Конечно, потенциальным союзником сначала мы отправляем апостола для непосвященных на проверку Однако я нарушу протокол, чтобы выразить свою благодарность Послушайте, я буду честен с вами Только у возвышенной есть правильные ответы Тобиас Вест умен, Синдерион может и казаться убедительным Но только возвышенная знает, каков мир на самом деле Она может вывести нас отсюда, дать нам достойную жизнь Вот слушайте, вот в это мне верится Вот в эту фракцию мне очень даже верится Мы бегаем по каким-то бомжеруинам И как мы видим на картинке, стоит храм в центре И там сидит какой-то человек, который что-то знает Который является личностью, который является хорошим манипулятором Который реально что-то понимает Который соорудил какую-то религию вокруг себя Собрал людей и организовал Вот люди испокон веков в такие сообщества собираются Это как бы древняя архетипичная структура И вот случись что на нашей планете Это, я не знаю, интернет пропадет Вирус, инопланетяне нападут Что-то еще случится Вот очень вероятно, что большая часть земного шара Соберется вот в такие вот сообщества, как это Вот это да, вот в это верится А вот то, что было прошлая фракция Это какой-то бред, просто сивые кобылы А вот это да Мы хотели бы узнать больше, да, что там у них Если вы хотите сотрудничать с нами, вам придется познать нашу иерархию Вы пройдете путь от апостола для непосвященных Через хранителя врат и до чего-то там Даже встретитесь с возвышенной Это сложно, вам надо заслужить познание Оно стоит того А если у вас появятся проблемы с синодом Дайте знать Уж какой-то синод еще В общем, отношения плюс три И они надали нам еды немного Очень даже неплохо Еда не помешает И граната Предмет уже в очереди Изготовить Я потратил гранату Мне предлагают изготовить Ну, как бы, смысл Непонятно Окей Вот мы вот этих чуваков нашли, да Можно торговать с ними Они покупают что угодно, дают еду Причем, смотрите, ставка разная 4 на 6, а здесь 2 на 12 Очень можно выгодно еды запастись Слушайте, ну я бы запасся, наверное Пока мы тут Пойдет Прикольно, кстати, вот эти картинки Некоторые арты в игре неплохие Вот как, например, вот этот Неплохо выглядит Вот эта фракция пока мне импонирует Она реалистичная В нее верится Ну, просто она прикольная Вот эта фракция Это, конечно, какой-то дебилизм вообще Окей, уровни Давайте Что там у снайпа? Быстрое прицеливание Стоимость следующего выстрела из оружия С которого вы можете Обращаться, снижается на 1 Что-то как-то однообразно, не? То есть, к точности доступного оружия Очень однообразные Скучные перки То есть, здесь снижается очко на 1 Тут снижается очко на 1 Как-то вообще Очень скучно На десантников Че, тоже все знакомо Ну и тут что у нас? Класс, можно выбрать, да? И опять мне, наверное, штурмовик Или снайпер Ну, вот эту давайте в снайпер Что-то закинем Она у нас Неплохо так наяривала Овер можно дешевый делать, да? Где нам это может пригодиться? Например, мы можем За 1 очко действия переместиться За 2 пострелять И поставить овер, да? Стоимость еще выстрела из оружия С которого вы можете Обращаться, снижается на 1 Но это воля употребляет, да? Можно, если что, пострелять лишнее Да, наверное, вот эта, слушайте Сколько очков? Много очков Вот эта, кажется, возьму Чтобы много можно было стрелять Если что И волю бы ей поднять, если что, да? Но я пока статы, видите, не решаюсь поднимать Пока не очень понимаю Еще я так понял Смотрите Каждый раз, когда я перелетаю на какую-то точку У меня вот этот круг Потенциальных мест, куда я могу полететь Расширяется И я с Одессой могу лететь дальше Игорь отдыхает еще Игорь отдыхает А мы слетаем вот сюда за ресурсами, наверное Пандораны Уровень опасности низкий Мы такое проходили Уже погнали Надо только глянуть До сих пор я, конечно, не понимаю В каких случаях патроны тратятся В каких нет Гранаты Вот Чувака потратили Даем ему Ага И броня вот этот дает реактивный прыжок Ну Японцу мы не будем ее давать Я думаю Так, нормально Окей Погнали в четвером Если враги такие же То, думаю, можно их фармить Массово Они что-то вообще угрозы не представляют Шесть глаз У парниши Хорошо, мы прибыли Видим ящичек наверху И рядом сразу точка Вот эта И давайте, кстати, вот оценим карту Смотрите, я начал Сразу же рядом со мной ящик По какому принципу вообще эти ящики располагаются? Полный рандом Что ли И как вообще эта карта создалась? То есть, опять мы видим похожую карту Мы уже сто раз так увидели, да? Одни и те же элементы окружения Но здесь хотя бы дороги есть, да? Смотрите, то есть Дороги Здесь хотя бы хоть что-то осмысленное Да, вот здесь, правда, осмысленность сломалась как-то То есть, шла дорога И она привела нас куда-то Непонятно куда Но хотя бы, видите, вот Смотря на эти дороги Вроде как есть даже какая-то осмысленность Не очень понятно, правда, почему вот тут И вот тут пустыня какая-то начинается Без зданий Куда вдруг здания делись Хотя дороги-то есть Ну окей, ладно То есть, все-таки генерация карт Имеет какую-то логику То есть, у них была какая-то логика И они ее придерживались Это, видимо, прошлая локация Была просто мусорная Ой, как много всего Ядь Ядь это говно-винтовка, да? Вроде как Так же, как и это Так, ну мы, наверное, будем брать Что-то полезное такое Типа такого И все у нас перегруз Ясно? Так, ну я бы еще взял все-таки Все, возьму Если что, выброшу Их же продавать можно, да? Хотя они вроде дешевые были Тоже вот, ну-ка Цена не написана, видите, у предметов То есть, а если я вот вижу предметы первый раз Как я буду понимать, насколько они ценные? Я вот не знаю, что из этого более ценное Может быть, не стоило это подбирать Кого там увидели? Очень далеко он, та дрянь Ну это очень далеко Штурмовик, штурмовик Так Тоже далеко, чувачок Угу Тут наверх надо ползти Видимо, посюда Видимо, посюда Ползем, че Кого там опять? Опять этого увидел Туманную фигню Я, честно говоря, не понимаю На хрен эти штуки туманные стоят Вообще реально не понимаю Они, может, хотели так ограничить Знаешь, типа, чтобы игрок Не сидел долго на одних Тех же миссиях Типа рано или поздно Все туманом покроется Окей Но тогда почему мы можем их убивать? Вообще не понимаю Если, ребята, у нас есть какие-то знатоки Феникс Пойнта Можете мне, пожалуйста, описать Зачем Вообще в игре существуют эти штуки И этот туман Вот зачем? В чем их сакральный смысл геймплей? Они чтобы что? Что они должны сделать? Потому что интереса они никакого не вызывают Это я вам сразу говорю Ноль Может быть дальше как-то что-то будет Пока как-то вообще Реально ноль Ящик Что у нас? Патроны всякие стремные Ну, берем Надо будет запомнить, видимо, сколько они стоят Пока непонятно Вот так встанем Еще кого-то увидели Встаем Враги, враги, враги Вот здесь я не знаю Если я перелечу, я потом сделать ничего не смогу Ну, могу крикнуть, кстати Вот, что это даст Снайпер не видит никого Традиции, да? Давай туда наверх пока что Давай так Я бы вот на овер тут встал Чтоб он не пошел туда Тут бы тоже на овер, на самом деле, встал Но не очень понятно, какой и как Наверное, вот как-то так Угу Ой, неплохо Руку отстрелил Он сейчас побежит обратно Ну, эти, конечно, супер тупые Они просто к нам бегут и все Ну, тут неприятный тип Сейчас опять Он по стенам ползать или что? Или по лестницам? Да По лестницам, да? Гоблин Опять, получается, меня Покоцал Я тебя сейчас тоже покоцаю Гранаты по башке не хочешь? Ха-ха-ха 18 Очень низкий урон Са-3 Блин, а у нас японец Он не очень хорошо дерется Окей А если пострелять все-таки Урона больше будет, нет? Ну да, в принципе, он сдохнет Ложен Пойдет Пойдет Это как-то хреново видно Вот сюда, наверное, зарядим Да, хорошо Это было хорошо Вот эту ерунду можно убить Иринка Что Иринка Пистолета, наверное, пожахает Отсюда Быстрый грицеливный Волю можно потратить А давай Так, вот так это выглядит Теперь у меня, типа, за новое действие Готов Тут не попадешь, я думаю Не попадешь, лучше вот так подойти Так, и мы видим, что Этот сам умрет Видим вот эти две фигни Окей, я бы овер поставил Японцам шел бы пока вот так Новый пришел, что ли? Хорошо Голову у нас ракет Прям неплохо Местами, конечно, вот доставляет игра Когда вот эти выстрелы происходят Когда они точные Это даже какое-то удовольствие приносит Какой-то фан Так, ну, блин, я не уверен, что в него надо Жахать Где вообще ящики-то? Раз И два, да? То есть надо и тот, и тот убивать Что там по точности у нас? Я думаю, пора на самом деле Начинать уже наяривать по ней Почему одно действие, кстати, потратилось? Осталось Я не уследил, да, как-то Угу Ну, тот далеко Тут далеко Блин, воля кончается у нас Девки этой Попробуем просто отсюда Ну, вроде нормально, видно Нужно что-то там попасть Да, вообще Воля получила она за это, да, плюс два Нормально Ах, тритона есть ли? Не, не особо как-то Да, наверное, лучше жахнуть Здесь и так почти труп уже А, ну и ты последняя, да, ходишь Ладно Все, вздохла Волю получили Пистолет как-то броню разрушает Нет, как-то вообще По-моему, не особо, да Держим туда Туманый, да, хрена, конечно Это очень неумно, товарищ Да А, я не могу, да Подходить Давай так Не знаю Вроде бы я не в тумане там Тут надо сюда жахнуть Ну, вроде попадает, да Да, да, на 90 Нормально Можно с руки напихать Можно просто пострелять два раза Блин, что-то живой, по-моему, да Еще Десятка, блин, он живой Скотина Ладно Еще гадит Только что гадить будешь В смысле? Ничего нет? Или я не вижу, или что? Как взять-то? Надо убить сначала, или что? Вот так Вот, что-то новенькое, да Ураган какой-то Блин, видите, я Опять мне не пишут стоимость То есть я Я должен знать это, видимо, как-то, да Потому что я не знаю, сколько что стоит Что из этого ценное, что не очень Ну, допустим Где мы знаем Не хочешь убить эту дрянь Опа Новая пятая Надо кем-то сюда уже идти Забирать У тебя 4 слота В 5 3 слота Нет времени, чтобы уничтожить Почти справился Почти справился Я бы, наверное, пострелял лучше Туман этот закончился уже А тут можем еще овер нажать Не Давайте сделать это Какой-нибудь вот такой Я бы не позиционировал Как рада Ну и хорошо Овер, конечно, тащит в этой игре прям очень тащит я рассказал тут надо эвакуироваться куда-нибудь а вот еще ящик прожить еще сверху ящик были ну мы походу все тут не осилим эти ящики хотя у нас еще есть место вот у этой женщины может быть и осилим как только подняться туда непонятно по этой лестнице похоже капец капец она долго будет бежать туда еще поделать будем бежать так-то на как-то его выцелить готов о как тут много всего ну ресурсы наверно поважнее она не влазит только вес 2 с 1 так мне кажется ресурсы важнее их явно больше чем эти все производятся знаете за мелочь какую-то за десятку за двадцатку там а в ящиках насколько я помню сотни поэтому наверное ящики то поважнее да уже перезарядиться еще туда что-нибудь взять дых процент это тема не мне не положено ну так окей ты ты бежишь спринтинг и ждешь откуда-нибудь отсюда я думаю оперец вот это расстояние конечно ну ладно сюда подходить потихоньку хотя а сзади могут выйти кстати мне не могут интересно то есть раз-два-три раз-два блин они со всех сторон могут выйти кроме этой удивительно то есть все-таки есть смысл до этих направлений подкреп но я не очень вижу по мне лучше больше не делали со всех сторон как бы ощущение тревожности было бы как-то поболее интереснее так девах вот это добегает молодец как много воли она получила и вот опять я не понял но это дешевка да мы помним вот эти брать вообще какой-то набор мутагенов и вообще не знаю что это не помню не видели мы такого помощи патроны патроны нужно перезарядиться конечно следующий ход взять еще патронов или я могу еще прям взять и не могу она ладно ладно за контролем как-нибудь вот так я не знаю что это мимо но бывает я очень много воли кажется можно сделать так еще дальше отойти или или выстрел потом это тебе можно же так делать солидно что там сдохнет он нет у него все не забываю что тут очень разные паттерны чтобы смотреть надеюсь у него валим ты хотел что-то залутать последние джор птицы давай ее возьмем и очень много очков воли можем очень далеко убежать максимум хорошо пролутались но я сделал вывод что на такие миссии надо больше народу брать и не брать им патроны скорее всего чтобы они больше полутать смогли вы видите как много я стоял так хорошо это все получили да смотрите как много еще ресурс появился один мы такой не видели еще фиолетовый какой-то это гены видите уже не зря проходим к вот еще ресурс 100 500 300 в коробках очень много ресурсов коробки реально надо лутать а патрончики видите по 10 по 20 стоит значительно меньше так хорошо еще знаете какой вывод сделал похоже если мы потратили больше чем половину обоймы то у нас по итогу в конце миссии как бы считается что мы потратили обойму видимо так это работает не уверен конечно но вроде бы блин ну классы пока вообще у бога конечно просто сильно реально прям вот прям у бога я другого слова подобрать не могу всего три класса у них всего семь перков вообще это супер мало супер мало просто и классов и перков разнообразие какого-то прогрессии вообще я бы сказал его практически нет ноль и они еще и похожи эти перки все например снайперы то есть сокращает очки действия сокращает очки действия ну просто вообще полный отстой пока что может быть классы со временем откроются или может быть там новобранца можно будет в кого-то нового изучить но пока выглядит именно по классам по разнообразию классов супер убога играет а окей вот здесь смотрите кстати есть иконка какая-то человечка торговать ну-ка блин мне что-то говорили про человечка что-то говорили про человечка что якобы это новобранцы какие-то но вот не видно информация если рейд украсть воздушное судно нифига себе за верху вот вот да это что такая иконка смотрите прям вообще просто этот control c control с интернета центр подготовки обеспечивают убежище войсками помогают в защите союзных убежищ в радиусе влияния жестокие арены на которых берсерков накачивают всякой химии чтобы повысить их силу и жажду крови нифига себе какой-то иван корзай стоит просто дохрена вообще нереально дохрена он стоит как мне показалось и иконка вот как раз таки у него новая как это я завербовал что это может значить ага то есть вот так вот да то есть я понял у самого феникс поинта три класса пока что похоже а вот еще есть классы видимо связаны с фракциями то есть видимо их еще три штуки на и здесь тоже есть объединение какой-то да это опять личные мы уже помним что они капец какие ущербные их очень мало возможность использовать ближнего боя и пистолеты вот так да у меня нет пока оружия ближнего боя никакого в аптеку видимо тебе гранату бы еще сделано гранат пока нет чем он будет уметь следующая атака наносит дополнительно 30 очков от разрыва брони любая так и даже и пистолетная атаки врагов радиус 10 клеток наносит на 25 процентов меньше урона уклонение типа на повышает урон скорость прописания потерянного здоровья берсерк типа поврежденные части тела продолжают раба и вот это очень хорошо вроде как мы уже видели как у нас чувак лишился руки и не мог стрелять вообще сразу же и тут смотрите как паника контроль разума не имеют действия еще и части тела типа пофигу да ему броня у него какая-то интересная она убогая ну типа новая какая-то и микотами какими-то на войны но это мы считать не будем да пока потом ну допустим то есть можно его в класс штурмовика качнуть дополнительно до на четвертом ранге будет штурмовик тире вот этот тип вроде даже даже неплохо типа должно получиться как же там наш негр нам вот этим ребятам отдохнуть уже не мешало как там негр наш еще отдыхает давайте еще одну миссию наверное и на отдых полетим а мы вот здесь трёмся где-то рядом местность разведки картинка кстати красивая обратите внимание некоторые картинки красивые наши оперативники обнаружили заброшенный ванпост трудно сказать кому оно принадлежало поскольку во время третьей мировой войны прощества в этом регионе раскололась на множество фракции обыскать просто нашли ресурсы неплохо хочу не зря летели вот сюда и знаете что мне еще волнует вот мы здесь точку очка поставили да и она вроде как все обнаружила а где новые точки очка ставить точки от этих базы феникса вот эти как их ставить пока не очень понятно может быть архивы когда мы раскопаем наверное тогда я ясно архивы феникса после восстановления базы и анализа банков данных которые стали 40 в общем состоянии стало ясно что феникс point единственная действующая база феникса должно быть и другие базы но их еще нужно найти и привести в порядок нигде нет и следа рэндальфа саймса младшего но он оставил нам кое-что крайне интересное это что рэндалл саймс воздала с лидер оба феникс project из great grand father had been there when i was found it and he was there to witness it's and when we took back феникс point we found is not in his final days as the world collapse around him even working frantically understand the pandora virus somewhere in the complicated history of the project in decades of missions and investigations there had to be an answer his notes were damaged too many of the files corrupted but perhaps if we could retrace his steps we could figure out where his journey had taken him and what the answers he had discovered would mean for us что случилось доктором саймсом записи рэндальфа саймса младшего указывают на существование частного убежища который принадлежит семейству саймсов это место использовалось для медитации и для медитации и исследований в нем возможно мы найдем информацию которая поможет нам понять что саймс пытался добиться в свои последние дни и вот добавленного . наверное она и будет наша вторая база да мы должны посылать наших оперативников да я угадал по всему миру разбросаны неактивированные базы проекта феникс чтобы активировать базу выберите ее на геоскопе а затем нажмите в меню на кнопку активировать базу для этого вам потребуются ресурсы с каждой новой базой стоимость активации будет увеличиваться ясно понятно существует растущая вероятность того что после активации базы в ней могут появиться пандораны почему прежде чем вы сможете использовать базу вам нужно будет направить туда отряд чтобы ее зачистить а типа но я понял почему я не могу сразу ну как бы непонятно погодите непонятно где эти базы вот эти базы да я нажал и не могу к тебе очень вообще странно может просто расстояние между ним большое ну наверно да типа расстояние между ними большое но вообще логично было бы знаете как тебе надо сначала прилететь зачистить и вот потом уже активировать шанс появление 0 0 а тут чё тут ничего ну вот эту давайте попробуем активировать 50 300 шанс появления 0 комплекс управляемый и и лифт но стандартного вам удалось активировать заброшенную базу так я уже забыл как там в базы переходить вот тогда 121 но ремонт 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 много надо делать энергии ноль видимо вот это в первую очередь надо какие а очередь есть какая-то здесь и второй корабль бы я хотел они даже одновременно будут идти же так но посмотреть как они будут идти исследование что-то кстати тут мигает перепись населения собрав информацию со всех убежищ мы можем оценить какую угрозу представляет пандораны выживание людей на нашей планете доступен мониторинг населения людей блин похоже в приоритете надо делать а вот еще фракция кстати мне дадут еды почему-то если я о них узнаю что-то говорят что разрозненные группировки сектантов до третьей мировой войны объединились в последователей а ну одну из величайших фракций современного мира в их религии известно немного разве что мы знаем об их симпатиях к мутациям вызванным пандора вирусом а также о лидере называемым возвышенной так это эти ребята еще и любят мутации давайте вот их в первую очередь наверное население и от этих чуваков чтобы еды получить провиант вообще конечно странный выбор ресурсов материалы исследования понятным почему провиант не очень понятно слегка нелепо звучит хотя это условность конечно убежище где вот она это сюжет когда устраните вражеские силы чтобы получить доступ к убежищу наверное опять убить всех на будет но мне бы конечно вот это разведать и отдохнуть давайте местность разведки воздушное судно мантикура 1 приземлилась на расстоянии меньше километра от огромного пожара кажется горит вся заброшенная деревня несколько зданий в самом начале пожара можно еще обыскать хотя это рискованно ваши солдаты получили урон ну мы все равно лечиться сейчас пойдем и вообще чуть незаметно что урон какой-то там был это боевой не было давайте ладно пойдем полечимся все-таки чуть-чуть полечимся ролик матерь божья куда упала маунт эгэ гора яйцо яйцо гора сегодня на землю упал метеорит что вызвало большие разрушения и повсеместную панику в месте столкновения появилась гигантская скала необычной формы и небесного происходения возвышающаяся над окружающим ее горным криптом ее свойства согласно предварительным исследованиям не совпадают ни с одной из имеющихся записей в геологической базе данных ученые религиозные лидеры и политики со всего земного шара по очереди размышляли над ситуацией и спорили о природе этого чужеродного объекта получившего название маунт эгэ да и так и и это вот она это она а дальше чё кстати вирус растет смотрите потихоньку потихоньку распространяется там вообще по моему уже жуть какая-то то есть пока что мы знаем что яйцо упало но чё с ним делать непонятно наверное надо быть рядом ну окей летим дальше на чё там построена где-то на 1 до построена 16 перестала самолетиков 2 можно делать наверное медпункт надо еще построить чтобы стрелечились они где-то то есть вот она 250 100 или материал кончаются у надо надо поставить и я бы еще наверное поставил вот эту штуку хотя я вообще-то до ресурсов лишусь конечно она пока не было хорошо сели отряд надо забить до конца неграм вот этим вот 1 2 3 все много народу теперь немножечко ждем чтобы немножко отдохнули там по воле по всему да и может быть вот в эту сторону пойдем как раз посмотреть что это за яйцо кстати вот здесь смотрите серенькое может быть потом появится новый тоже такой момент коп виде довольно неплохо они отдохнули вот один конечно у нас и пошка немножко я бы его наверно оставил на базе . феникс так вот отдыхай там пятером в принципе да единственное только вот этот чувак персонализация окей у нас пистолетом это конечно жидкая вообще жидкая зато у него веса смотрите много он может очень много на лутать если чё чего-нибудь на миссиях ресурсных вот этим я бы все-таки убирал тут снарягу пока что оказалось что много снаряжения ты и и не надо вообще буквально одного патрона достаточно за глаза прям тут вот очень много у нас нас этот повышение что ли у тебя полину я не могу выбрать вот этого видите здесь явно место предполагает какой-то третий вариант но я его не вижу блин может просто качнуть тебя куда-нибудь скорость например чтобы ты побыстрее был так еще наверно тогда 22 так то капитан очевидность сила важный параметр он позволяет таскать много может давайте потыкаем реально силу у снайпера очень много науков снайперу мобильность бы не помешало можно взять десантника вторым классом и бегать дальше на не буду тратить окей давайте сюда короче чё у нас тут изведаю последователи а ну мы 250 еды получили последователи а ну это синкретическая религия сформировавшаяся из нескольких предыдущих культов там название этих культов перечислено благодаря мессианской фигуре известной как возвышенная она объединила разрозненные элементы этих культур в единую систему верований построенную вокруг видения а ну мертвого бога лидеры последователи а ну следует строгой иерархии а возможность увидеть возвышенную заслуживают только самые преданные если бы мы искали союза стой с ней то сначала должны были бы получить одобрение ее слуг и этих слуг что-то очень много апостол какой-то хранитель безмолвная слепой легат сумрачный иерарх и наконец сенот возжелания последний как говорят является неким многолеким существом который эффективно руководит повседневной деятельностью последователей элемент достаточно это действительно наступная 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 автор надпи наступная в ходе соцсетов и ну и вот вот что пандора Воскресенье очень интересная фракция пока прямо импонирует мне 3 интересно какая будет эти пока интересные чуваки то что они хотят стать мутантами конечно не очень но вот по по интересности они интересные прям в них верится они интересны и хочется как бы знаете на их стороне поиграть чтобы посмотреть что там реально за секрет к чему это приведет в отличие от больных от этих ублюдков которые хочется просто сжечь можно даже сразу нападать на не кстати может быть так изделие рук человеческих хорби дум согласно преданию в убежище хорби дума родился апостол для непосвященных миссионер посланной обратить убежище на путь она хотя подтверждение этому не найти ни в одном из канонических текстов экзарха бедна бенда все же решил соорудить массивную статую в честь апостола для сооружения им не хватает подходящих материалов если мы с этим поможем экзарх бенда готов предложить нам сделку на хороших условиях больше такой возможности не предоставится вот знаете чем не хватает вот когда этот экран появляется с но с вариантами я не понимаю какой фракции это относится то есть вот мне приходится догадываться что апостол экзарх ну видимо это культисты да вот эти но блин а вдруг это не они то есть где почему по иконку мы добавили фракции что вот вот эта фигня связана с этой фракцией например или вот эти варианты ответа каждый связан с определенной фракцией пожертвовать материал отказаться обменять материалы на технику материалы же были ну набралианта у меня дохрена материалы не хочется терять технику что за техника я пока не понимаю как ее использовать давайте просто жертвуя последователя она на машине лидер убежища окей это убежище было тут смотрите можно нанять кого-то опять опять какой-то чувак от морайн и материалов у нас нихрена нет и тут опять можно на еду обменять да но мне это еда вообще не сдалась и коим местом чё здесь надо искать материалы нам найти ресурсную миссию короче местность ресурсами вот сюда похоже на надо было лететь то давайте поищем может найдем ресурсную миссию и так мост наши оперативники высадились на мосту посреди неизвестности кажется группа людей пыталась построить здесь убежище начав под мостом но строительство так и не завершилась либо люди убили либо они ушли обыскать место нашли материалы нашли хорошо это хорошо сюда давай у нас чё мне кстати все происходит все делается нет в базе делается в исследованиях делается производстве ничего не делается это косяк я бы винтовочку заказали на хотя недорогие смотрите я только сейчас обратил внимание что я так ресурсами раскидываюсь они так-то блин дорогие такая вот эта херня этот ядь вот где этот ядь ядь которые как будто бы пропустили парочку букв и получилось ядь свидания 3 вообще вообще мало стоит капец один для знать бы в реале что это все ураган вот что это за ураган это говно пушка на значит 5 пока он туда же удар 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 5 какая-то это оставим хель 2 тоже непонятно чё это вообще что за хель 2 такой тяжелая пушка феникса матическая пушка феникса эндерион ладно эти не трогаем они возможно пригодятся нам ну вот немножко ресурсиков можно тут бац полтинник производства производства да даже не знаю мне надо какое-то оружие ближнего боя у меня его как по-нет эти сразу делаются они неважны торпится есть одно пистолет то нет ладно rs есть один хрен спир гранат мало вот я не дешевые кстати на гранату накину себе торгиоза вест ерихон чем больше последователей она вкладывают средств в эту технологию мутации тем быстрее они будут отдаляться того что в новом ерихоне называют человечностью не угроза утверждения отношения новый эрихон минус она эрихона минус то есть у них еще между друг другом есть какие-то терки да там где-то установить задание можем принимать да вот эти кстати говорят можно на синдеррион напасть а эти на ерихон хотят напасть а ну вот у них друг дружки д дружественность синдеррион очень странно у них вроде бы как есть дружественность к ним но они горят напасть на них уж я бы принял меня эти пока вообще законченными кажется смотрю на фабрику ради адифабрика как рубежище синдерриона цельфабрика вот это что ли и по на любое убежище просто на фабрику да попробуем уровень опасности средний кстати враг пандаран убежище атаковано там есть какой-то лидер в случае победы на зауважают хорошо 10 врагов 14 их них неплохо мы по материалам награда ушли это вообще по моему верняк суда точно обижать но у нас вроде все неплохо здесь погнали давайте вперед что-то интересное похоже будет чес и опять ночь кстати я сюда вообще не слежу за вот этой темой миссии защита убежища защита построек то есть гранатами лучше не взрывать да разбить и силу противника пока они не разрушили ключевые объекты убежища по желанию вы можете управлять защитниками убежища если будете двигаться рядом с ними ох это надо будет посмотреть как это работает один из выживших защитников убежища может присоединиться проекту феникс качестве добровольца это тоже хорошо класс берсерк берсерки яростные войны для ближнего боя которые могут использовать собственную боль чтобы получать преимущество бою круто а где берсерк не вижу это здание на похоже вот это не надо чтоб ломали да и у нас тут крабики и чё это вообще какие-то трубы трубы тут что это такое это шпили трубы шпили мусорные какие-то контейнеры довольно большая карта но опять она выглядит на самом деле просто как набор каких-то рандомных текстур хащих а дизайн локации конечно такой на уровне да да на я рассказал давайте леща и мы вставим сразу чтобы мне не повадно было хотя нет одно да не сразу надо все-таки немножко вот так нормально видно можно но втыкать ему так что за звук эвакуация нет спасибо эвакуация нам не нужно блин я бы мог попробовать в него выстрелить конечно блин ну ладно оверок родной вот так не его нефти видно хорошо что я не стал снайпером стрелять по-любому не попал бы в любом бы не попал так это чувак с пистолетом до который у нас с руки еще бьет на 31 ну пока конечно вообще юзлис чувак этот он просто скорее за бегает смотрите хорошо вроде как вроде неплохо бегает контролем и вот так тобой по контролем как-нибудь вот так штурмовик штурмовик и наверное я бы сближался на самом деле штурмовиком потом леща давал вблизи вот к нему можно подойти до топор у него смотрите они жрут они ломают здание и смотрите слухи что что я слышу я музыку слышу похоже музыка ребята играл блин эти не дали то ну ладно беги туда до упора в разные стороны мы пойдем сейчас потому что и там и тут что-то ломают похоже на перчетом высоты ну-ка как-то лицо проверить ему у спину можно это проверить ему или руку отстроить вот эту хелицер чтобы неповадно было вот так по моему лучше так но его бить нет смысла просто по сближаемся ружья ружья оружие дальнего боя который стреляет сразу несколькими зарядами но имеет очень большой радиус они очень опасно ну-ка дробовики на надо к ним бежать как раз таки свой для них вот беги там и мы же видели это сдох звуки где-то происходит знаете попахивает атмосферой вот этих реально старых старых древних вот этих икс комов я как понимаю что до автора автор же по моему создатель до один из создателей старых икс комов он хотел как бы ну он так видит он хотел воссоздать вот икс комы по-новому как-то но по мне это это неправильная дорога то есть был же был икс ком новый который был гораздо лучше старых икс комов прям шагом вперед который произвел некую революцию в жанре тактических игр и зачем возвращаться в старьёвщину это блин есть уже лучше что-то я не понимаю конечно зал аутичная такая аутичная даже как описать слегка не буду ладно то еще раз скорбятся люди атмосфера прям аутизма какого-то когда у тебя стоит камера на одном месте ты слышишь какие-то звуки где-то что-то происходит и вот это конечно такое кого-то там увидел до этого чувачка окей вот этого чувачка можем подальше пробежать но я не уверен что мне стоит очень близко к ним подходить скорее вот так наверно и тем более я его не вижу так попробуем вот этот чувак я хочу попробовать подбежать посмотреть что будет кого-то мы ее что увидим так мне дали поконтролить мужика с пушкой не правда ходов нет или есть а а 4 вот появилась есть ходы ну-ка чем умеет вообще ну вроде как шансы есть даже дробовик солидно добить попадешь не попал красиво красиво хотя возможно стоило подбежать лучше лишний ход отсюда и другого получить под контроль это кто это автоматчик который умеет летать так вот так странно что мы не видим кто здесь стоит конечно вообще я до сих пор не могу к этому привыкнуть что мы видим всю карту видим всю карту можем стрелять аж чуть ли не в самый конец края но при этом можем в упор чего-то там не видеть что явно стоит вот здесь я конечно вообще не понимаю этого прикола по моему это тупи землям он шагнул увидел вот как это так не знаю не понимаю по мне упор это дурацкая механика подбежал так этот труп леща даст болин дал цирки неприятно этот чувак подошел просто чтобы получить еще молодец вася вася надел блин как убогая то есть я смотрите стрельнул в руку рука отпала но урон при этом вошел в нее блин такая специфика тоже конечно интересный так 23 а если я подойду к нему попадет под мой контроль вот здесь по диагонали до удар до это название одинаковый но смысл совершенно разный это удар ближним наружу ближнего боя по и тебе надо подлечиться явно чувак пока ты не отъехал так кей-кей-кей я думаю мы сейчас леща вставим несколько раз подряд еще и аптечкой нормально ну этого трогать не будем плевать на него как там еще осталось тут у детский можно кстати взять попробовать ну не видно не видно врагов давайте не за овер поставим что ли нет не хочу еще дурацкая окошка сто раз уже говорил лучше просто вот человек человека привыкать то есть к одному паттерну поведения что ход заканчивается но вот эту кнопку и все пусть он привыкает я всегда буду нажимать эту кнопку чем если у нас есть каких-то случаях окно в каких-то кнопкой то зачем это плюс она вылетает по центру экрана вот опять что может бесить лишний раз то есть я вот не хотел заканчивать не в тот не в этот раз может посмотреть что не хочу тоже прям сдох и все да финалочка окей ну чё то блин с которым сейчас мы ребята уже играем 5 6 я до сих пор вижу вот этих убогих стрёмных врагов которые вообще не представляют для меня никакой опасности они даже стрелять не умеют и я сложность вроде бы нелегкую ставил как бы очень странно а хорошо чудом нам дали нам магазин какой-то очень много материалов это хорошо и отношения тоже хорошо анализ нападение пандаронов анализ проведения пандаронов раскрыл местоположение их колонии теперь на геоскопе видно новая точка гнездо пандаронов на которую можно напасть нифига обнаружение колонии после успешной обороны убежища есть шанс обнаружить колонии пандаронов чем больше нападений примет колония тем выше вероятность того что она будет обнаружена слушайте вот эта интересная механика именно вот эта механика мне интересно хорошая такое ну то есть она и логичная и вроде бы как интересная Место расположения колонии Пандеранов будет немедленно раскрыто, если нападение будет предпринято из радиуса сканирования базы Феникса И чё, где там эта колония? Вот это, да? Бенездо Так Если будет уничтожено, мы получим кучу отношений хороших со всеми Хм Вот я не знаю, можно ли напасть сразу Тут, кстати, завербовать кого-то можно Десантник Десантник И мне не показывают его ни статов, ничего То есть, неизвестность, да, какая-то Тут десантник, тут вот этот Никого А ещё же где-то новобранцы были какие-то Через ноль дней, видимо, скоро Но я не уверен, что мне нужен десантник, у меня их и так дофига И так уже раз-два десантника Давайте наймём, наверное, чем больше людей, тем лучше Не знаю даже Я с вами Наймём, да? Вот насчёт этого уже не знаю Ну и давайте попробуем напасть, что ли Ну, вообще, полетим на базу Возможно, выполним вот эту миссию на эту фабрику, а потом, может быть, попробуем напасть Перепись населения Исследование завершено Доступен мониторинг населения людей Теперь вы можете ежедневно отслеживать общую численность населения людей в убежищах Вы также рассчитали Мы также рассчитали порог уживания в случае репродукции после устранения угрозы пандаранов Если численность населения упадёт ниже этого порога, человечество не выживет в долгосрочной перспективе Крайне важно, чтобы мы не позволили этому случиться Это что такое? Это какой-то местный аватар, да? Выжившее население в убежищах Это число опустится ниже 15% и проиграете Смотрите, как интересно Они сдвинулись Я предполагал, что ничего нового не появится, а оно появилось всё-таки Так, ну оно дублируется, да? То есть у нас она визуальная И ещё вот так Так, это и надо заскринить Это интересненько Окей Медпункт Промывателя Слушайте, я могу тут что-нибудь ещё построить? Много чего можно ещё построить В лабораторию бы я, наверное, воткнул В лабораторию Вот здесь, наверное А, подожди, на комплекс спутниковый ставить По-любому, прям, по-любому 250-10 он стоит, да? Вот надо его, чтобы вместе находить Это, наверное, это путь Наверное, это путь важный Phoenix, if you are receiving this message Then respond on the secure channel I've provided It is essential that the information I am about to give you is kept confidential My name is not important now, but I am known among the pure as Subject 24 The 24th volunteer in a program set up by Tobias West that gave us hope We had a solution A solution! A secret program that would fix the world And in the final moment, he backed down Nothing prepared me for his treachery His selfish cowardice But his attempts to erase us have failed Failed It was known as Project Purity One man's dream of replacing every inch of human flesh with neurally controlled prosthetics When I volunteered for the project, I had nothing left My entire family Entire family That succumbs to the Pandora virus I watched my wife through bulletproof glass As she slowly turned into an abomination ABOMINATIONS! They're everywhere Waiting Watching I had nothing left to lose Along with many other brave men and women I put myself forward A lot was sacrificed He pushed us to the limit Dozens of us died or were left crippled And we came close to success The Juggernaut Warrior was the final design More than a soldier More than a human With titanium skin impervious to infection Perfectly pure Pure! Pure as a smile in winter As a human should be There were problems Total encapsulation created some Mental instability Hallucinations Dreams Not everyone could take it But there was no shortage of volunteers to take the program forwards And then Tobias West The coward The traitor The small-minded charlatan Pulled the plug Terrified of what he couldn't understand The great leader ordered everyone involved with the project Killed Killed! Maybe he thought if he buried us He buried the truth of his shame along with us His shame! But we were brought back I and several others managed to escape For years we remained silent Hiding Running Waiting for the right moment The right moment And that moment has come Has come! Facing a losing battle against Pandora Virus The weak-minded West has reactivated the old Project Purity facilities And that makes him vulnerable Phoenix, I am offering you an exchange I know the location of the facility And how to get in You have the firepower The power! Hailstorms of fire and acid Raid the lab And share the tech with us All this time in hiding has left us damaged And in need of urgent repairs If you succeed We will both gain Humanity or gain We are the pure The pure We are the future Help us, help us Help us our species Хм, прикольно, слушайте Ну вот этот ролик мне понравился То есть здесь и фракция такая интересная проработанная А что-то мне подсказывает, что это не оригинальная франция Похоже, это DLC-шная какая-то, да? Это такие, знаете, типа люди, которых полностью превратили в киборгов Вообще непонятно, осталось ли там что-то человеческое или нет Но вроде бы осталось Они же больные на голову, походу, вы слышали, да? Вот эти вот какие-то у них вырываются из речи какое-то что-то человеческое Что-то больное прям Но при этом это киборги Интересная идея И тебе приходит такое сообщение И ты такой думаешь, как бы, ну, казалось бы, да, это роботы Которые вроде бы когда-то были людьми То есть они потенциально полезные Но при этом ты прям в самом сообщении видишь, что они больны на голову Психи, походу Это интересно, слушайте Вот именно лорно, сюжетно Эта фракция мне нравится Классно придумана Ну и ролик, в принципе, да Понятно, что он дешевый Как бы нам картинки показали, двигающиеся Ну, но прикольно Так, согласится Ну, конечно, согласится Вы что, вообще? В новый Иерихон надо Блин, это мы против них Получается, если мы согласимся Он вышлет нам конкретные данные Включая точное распоряжение объекта И размышлась системой защиты Однакоподобное действие Могут ухудшить наших отношений Да пофиг На Иерихон Насчет слухов о нейронных технологиях На Иерихоне Звучит довольно клево Технология Кто-нибудь задумывался о том, как легко ее можно использовать Например, лидер тиран с манией величия Так, а где вопрос? Кто-нибудь задумывался о том, как легко ее можно использовать? Например, лидер тиран Ну, понятно Любую технологию Всегда может использовать лидер тиран Это никак не Это никак не отменяет того, что технологии надо развивать Надо скорее развивать личность От того, от чего вы, идиоты, бежите Более глубокой проблемой Пошел нахрен Короче События с ограничением по времени Это срочно Ой, меня заставляет куда-то лететь Которые исчезают через определенное время Что-то признать Даже становится интересно Вот так вот потихоньку Пусть местами неуклюже Что-то раскрывается Что-то происходит Даже становится интересно Враги, конечно, вообще уныние полное пока что Но Может быть, это поменяется Может быть, просто вступление такое долгое Интересно будет Интересно будет дальше Что будет Заполните доступные ячейки Оперативник на борту Нет оружия Это у кого нету А, это вот у нас какой-то чувак новый Какой-то новой броне Забавной Он кто? Он десантник Гранаты дальше бросает, да? Два скорости Два скорости Вообще-то круто Для такого чувака Автомат Докупация Дополнительный Граната Аптека По стандарту Да, все Так, одел Не жалуешься больше Шесть человек Один отдыхает, да? Ну, его надо поменять Похоже на вот этого На капитана очевидности Ну, начинаю привыкать потихоньку Давайте долетим Поменяем чувачка Так Как вот Блин То есть Перетащить нельзя, да? Мантикору один надеть нельзя Тебя в Пеникс Тебя в Мантикору Вот так Он отдыхает Эти одеты, да? В принципе, у них все почти на фул Можно сразу полететь Или сюда, или сюда Мы потом решим Решим и в следующей части Спасибо всем, кто смотрел Спасибо всем, кто оставляет комментарии Вот А я с вами прощаюсь И увидимся в следующей части Всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok